Бойкая торговля в 3 часа ночи. Мясо сомнительного качества опта мужского рынка. Журналистам Первого национального канала, подошедшим в качестве покупателя, предлагают здесь же разделать туши и доставить по любому адресу. По словам продавцов, мясо покупают на гамбургеры в столичные точки фастфуда. Как выяснилось, это мясо либо умерших от болезней животных, либо сбитых машин, либо тех, которых задрали волки или шакалы. Во всяком случае, никаких сопроводительных документов на это мясо нет. В день, сейчас, когда мы были, 2-3 ночи мы выходили, где-то 30-35 туш в день выходило. Это туши разного, там шакалы съеденные, там умершие. Там говорят, продавцовщие, это слово молдон, это все павшие животные. По словам гражданских активистов, рынок, прозванный среди продавцов обвалкой, существует уже 10 лет. Недобросовестные фермеры сообразили, не обязательно закапывать умершее животное. Достаточно привезти на Оржский рынок и продать, пусть и немного дешевле. Ни один ветеринар такое мясо не допустит к продаже на прилавке рынка. С мясом, как видите, иногда бывает до скандала, до драки. Каждый день же наши сотрудники, тоже, скажем, сотрудники МВД или РОГОД, они каждый день в 2 часа ночи не будут же дежурить. Только мы здесь дежурим постоянно. Мы дежурим, скандалы постоянно, РОГОД. Справиться своими силами со стихийно образовавшейся точкой продажи ветеринары рынка, даже привлекая милицию, не в состоянии. Основные поставщики такого мяса в Бишкек известны при этом и ветеринарам, и инспекторам по ветеринарной безопасности. Это из Сыкульска и Нарынской области. По словам инспекторов, штраф за такую незаконную торговлю может достигать до 20 тысяч сомов. Но наказан ли был хоть один из таких продавцов, узнать так и не удалось. Со стороны Бишкек и Городской инспекции было несколько изъятий. Составлены акты и уничтожены несколько вот таких фактов. Она продолжается систематически, потому что вот эти улицы ни с кем не контролируются, потому что к Ошскому базару это не относится. По словам Дюсупова, в ходе проверки, отслеженных журналистами складов, тех, кто является покупателями мяса мертвичины, следов незаконных поставок не обнаружили. Тем не менее, по факту незаконной торговли была создана межведомственная комиссия, в состав которой вошли сотрудники МВД и службы по борьбе с экономическими преступлениями. В Финпуле, впрочем, не удалось найти ни одного сотрудника, кто владел бы хоть какой-нибудь информацией о проходящих проверках. Хочется напомнить и еще два примечательных факта. Первый – это расследование корреспондентов интернет-издания «Спутник». В четырех из пяти гамбургеров, купленных в популярных в столице точках фастфуда, для экспертизы на предмет качества и безопасности, были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Из 110 существующих сегодня в Бишкеке точек быстрого питания из-за несоответствия с санитарным нормам закрыто было 20. Остальные отделались незначительными штрафами. Другой недавний случай с мясом, которое два дня лежало в обычном автомобильном гараже одного из микрорайонов города Ош. После поднятой шумихи хозяйка и гаража и мяса заверила, что продукт увезла на гамбургеры в одно из Ошских кафе.